Ну что, товарищи, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и мы продолжаем наш разговор о Лиге Чемпионов. Потихонечку завершается групповой этап, потихонечку становятся понятны последние участники плей-офф, закрываются, так скажем, последние сюжетные ветки, последние интриги, ну и параллельно с этим мы посмотрим на достаточно интересные матчи. Потому что сейчас, когда, скажем так, многие топовые клубы уже решили все свои вопросы, они могут, что называется, сыграть в свое удовольствие и показать футбол уже не напряженный, а именно, что вот такой кайфовый, когда команды играют расслабленно и стремятся показать себя, при этом, ну, скажем так, не затратив лишних сил и не пытаясь сломать ни себя, ни соперника. То есть сейчас, как раз тот самый момент, когда топовые клубы, уже вышедшие в плей-офф, играют в свое удовольствие. Поэтому сейчас, ну, достаточно интересно было смотреть многие матчи, и, в частности, очень интересным получился матч между Ливерпулем и Наполи. Разумеется, эта игра будет немножко скандальной, потому что отмененный гол неаполитанцев из-за то ли кончика плеча Эстегора, то ли чего-то еще, он, конечно, будет обсуждаться. И, разумеется, итальянские фанаты и крузинские, наверняка, фанаты будут недовольны данным решением судейского корпуса, потому что мало того, что Наполи в итоге лишился победного счета на тот момент, 1-0 было после этого забитого мяча, так еще и Хрихович Кварацхелия лишился голевой передачи, которую отдал в этой ситуации. Но, тем не менее, вар, видеоповторы и новые системы, так скажем, футбольного наблюдения, они делают свое дело, и сейчас даже минимальный, так скажем, заход плеча за линию офсайда уже считается достаточным поводом для отмены взятия ворот. Напомню, плечом можно забить, поэтому считается, что да, плечо тоже не должно находиться за линией офсайда. В общем, любопытной получилась встреча, где, с одной стороны, команды были не особо мотивированы на результат, с другой стороны, Ливерпуль перед своими фанатами, конечно же, хотел показать себя. Ну и Наполи тоже не хотел оплошать, поэтому они и основной состав выпустили, и, в принципе, старались проявлять свои лучшие качества, и в какой-то момент они даже побеждали. Как я уже сказал, это была содержательная встреча, достаточно интересная, такая немножко расслабленная, не было здесь какой-то спортивной злости, зато было очень много футбола, который мы сейчас и обсудим. Но сперва, хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания Балтбет, и она предлагает вам специальную акцию. Вы можете выиграть 2,5 тысячи, ничем не рискуя. Что нужно сделать? Да всего ничего. Пройти по ссылке в закрепленном комментарии, зарегистрироваться на сайте Балтбет, а также ввести промокод, который также указан здесь, в закрепленном комментарии. Это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а мы переходим к составам, и здесь, как я уже сказал, с одной стороны, вроде как никакого турнирного значения нет в матче, с другой стороны, многие ведущие исполнители появились, что у одной, что у другой команды. Ливерпуль, Алисон Беккер на воротах, Ван Дейк и Конатэ в центре защиты на флангах Цимикас и Александр Арнольд. Ну, скажем так, один из оптимальных вариантов обороны, не хватает здесь только Робертсон, который остался на скамейке запасных и не занял позицию левого защитника. В центре поля Фабиньо, Милнер и Алькантера, тоже вполне себе боеспособное сочетание. Фабиньо и Алькантера основные футболисты, Милнер, ну это легенда, так скажем, английского футбола, почему бы не дать ему шанс. Ну и впереди Джонс, Салах и Фермино. Вот, наверное, атака была самая неоптимальная у Ливерпуля по подбору исполнителей. Из оптимальных игроков тут только Салах. Фермино уже все-таки старенький ветеран. Ну, на фоне остальных он почему-то поставил раньше, чем тот же самый Салах в плане уровня игры. Ну и Джонс как раз-таки молодой игрок. Поэтому здесь в отсутствие Диаса, в отсутствие ряда других исполнителей, именно эта тройка была выбрана основной. Ну и Нульес, понятное дело, сидел на скамейке, ждал своего шанса и им прекрасно воспользовался. Что касается Наполя. Мерет на воротах, Дже и Эстегор. В центре защиты Ди Лоренцо Оливейро на флангах. В общем, защита это одна из немногих позиций, где у Наполя что-то меняется. И как-то идет ротация состава. Остальные позиции, ну, вы знаете, с закрытыми глазами можно плюс-минус сказать, кто выйдет. Лабот Кангиса в центре поля, но на этот раз вместо Зелински появился Ндом Беле в центре. И, кстати, вот эту перестановку можно считать даже оборонительной. То есть Наполи вышел в более оборонительном формате, а Семхен Кварацхелия в атаке. Понятное дело, без них никуда. И здесь же Политано, который, ну, как раз-таки является элементом ротации. Третьим атакующим футболистом может появиться Политану, либо Лосану, либо Распадорий. Вот здесь идет определенная ротация состава. В остальном все позиции были закрыты вполне себе ожидаемо. Касаемо игры, касаемо данной встречи. Первый тайм получился малосодержательным, но при этом были хорошие скорости и был хороший темп. Что как бы намекало на то, что после перерыва опасных моментов будет побольше. Мне кажется, это связано с тем, что команды, в принципе, неплохо доводили мяч до штрафной, а вот дальше возникали трудности с тем, чтобы отдать последнюю передачу. И в результате реально опасных ситуаций было маловато. Ну, например, там Тьяву Алькантера бил, набегая на штрафную площадь соперника, наносил хороший удар на Рейд, потащил несколько других перспективных ситуаций. Но в целом, в целом, как только дело доходило до завершающей стадии, здесь чего-то не хватало. Ливерпулю, конечно, не хватало ведущих исполнителей, того же самого Диаса с его сумасшедшей техникой и так далее. Ну и если говорить о Наполе, на мой взгляд, не самую лучшую встречу провел Асимен, которому хорошенько доставалось по ходу этой игры. Вот если говорить о жесткости, в целом матч получился не особо жесткий, но Асимену доставалось серьезно. Плюс еще и Кварацхеля однажды разогнался слишком сильно и влетел в рекламный щит, после чего держался за руку. Поэтому здесь, в не самой жесткой встрече, ведущие игроки Наполе в линии атаки получили определенные повреждения в первом тайме, что, возможно, сказалось на их активности. Но в целом, первый тайм был таким разминочным, а футбол пошел в тайме под номером 2. Здесь все началось с отмененного забитого мяча Наполей. Кварацхеля заработал, так скажем, сеголевую передачу, отмененную, из-за того, что Эстегор все-таки немножко забрался в офсайт. И вот этот гол, пускай и отмененный, он как-то вскрыл игру. И во втором тайме, мне кажется, пошло уже куда интереснее. Тут уже не было особо возни в середине поля, ее и так не было особо в первом тайме. Но во втором тайме скорости, как мне кажется, стали существеннее. Мне кажется, что Ильверпуль и Наполе очень неплохо проходили середину и дальше, создавали неплохие ситуации. Вратарям пришлось попотеть. И несмотря на то, что ударов в целом в этом матче было немного, но попаданий в створ получается 9 штук с обеих сторон. Достаточно приличное количество. Это говорит о том, что хоть ударов было немного, но они были по большей части, так скажем, наверняка. И с той и с другой стороны. В плане стилистики матча, Ливерпуль немножко больше владел мячом на правах хозяев, но не увлекался этим. И Наполе тоже контролировал снаряд достаточно долго. И успевал комбинировать. На мой взгляд, главная проблема Наполе, как мне кажется, была именно в завершении атак, потому что Ассимена все-таки здесь плюс-минус накрыли. Это важный нюанс. И к тому же во втором тайме, когда взглядели скорости, в какой-то момент стало заметно, что Наполе проседает. У Ливерпуля тоже есть проблемы. У Ливерпуля, ну скажем так, в последнее время из-за травм был сильно ограничен состав. И в результате команда примерно в одном и том же подборе исполнителей играла значительную часть своих встреч. И с этим связаны определенные проблемы Ливерпуля, и то, что у команды периодически бывают функциональные спады. Но ведь то же самое можно сказать и про Наполе. Кварацхелия, Лаботка, Ангиса, они во всех матчах практически появляются в стартовом составе. Поэтому здесь, когда встретились Ливерпуль и Наполе, две команды, у которых ограниченный был, скажем так, круг футболистов в ротации, две команды, которые играли в этом сумасшедшем ритме по два матча в неделю примерно одними и теми же футболистами, очень важно было сохранить свежесть, чтобы хватило силенок. Особенно на фоне энергозатратного второго тайма. Потому что и у Ливерпуля футболисты перегружены, и у Наполе, и очень важно было оптимально и вовремя ввести свежих футболистов. И здесь, на мой взгляд, Ливерпуль был уместнее. У них первая замена была на 48-й минуте. Да, вынужденные, но тем не менее, вместо Милнера появился молодой Эллиот, дальше появился Нунис, который решил исход встречи. Именно с его удара началась первая, так скажем, голевая атака, а второй мяч забил он. Вот как раз пример того, как футболист со скамейки запасных показал себя. Ну и тот же самый Карвалью, кстати, тоже имел шанс забить свеженький футболист. И причем, обратите внимание, Ливерпуль делал замены как-то быстрее. Что касается Наполя, у них, по сути, была одна заменность в 10-й минуте и потом куча замен на 83-й. То есть, на мой взгляд, здесь Палетти все-таки затянул с перестановками и в итоге, в концовке, более свежий Ливерпуль с новенькими футболистами, молодыми, горячими, которые полны энергии, там, Нуньес тот же самый, вот они как раз-таки и смогли додавить своего соперника. А замены Наполи, ну, формально у них вышли сплошные звезды. Лосано, Зелинский, Респадори, Элмос тот же самый. То есть, по фамилиям, по фамилиям, скамеечники Наполи смотрелись даже круче, чем те эзервисты, которые выходили у Ливерпуля. Просто Наполи вводил свежих футболистов позже, поэтому он как бы всегда был на ход, на шаг позади. И в итоге, в концовке, свежее оказались именно Мерсисайдс. Именно в концовке они дожали соперника и забили два мяча при участии резервного игрока Нуньеса. И поэтому, ну, как бы обратите внимание, что здесь вот несколько было добавленных минут, очень много добавил минут арбитр. И в итоге, опять же, это все сказалось в пользу Ливерпуля, что они в концовке добавленного времени забили еще один гол. Потому что, повторяю, они оказались свежее в концовке. Такие футболисты, которые у них вышли со скамейки, вышли раньше, чем эзервисты Наполи. У них было время адаптироваться, войти в игру. И за счет этого, по сути, Клоп и смог переиграть Лучано Спалетти. Хотя я не думаю, что для Наполи это трагедия. Они все равно досрочно вышли в плей-офф. Поэтому неаполитанцев и Хричиков и Ацхелию можно с этим только поздравить. Ну и для Ливерпуль можно поздравить с победой. Для них это было в том числе и психологически важно. Победить на своем поле.